Несколько десятков нападений на табачные киоски, совершённых по одной схеме, было зарегистрировано в Харькове на протяжении нескольких месяцев. Неизвестный разбивал витрину и скрывался с деньгами. Все преступления совершались вечером или ночью. Правоохранителям удалось установить личность предполагаемого грабителя. 25-летний четырежды судимый – житель Донецкой области. Но задержать подозреваемого удалось только сейчас. После последнего преступления злоумышленник сбежал на родину. Сотрудниками Ленинского районного отдела был осуществлён выезд. В зону проведения антитеррористической операции. Где был задержан вышеуказанный гражданин, который в ходе задержания оказывал сопротивление. Данный гражданин был доставлен в город Харьков. По словам самого задержанного, в Харьков он приехал с одной целью – воровать. Мужчина рассказал, как именно он действовал и почему скрывался в Донецкой области. Подходил, смотрел через стекло, где деньги лежат. Увидев деньги, искал кирпич. Нашёл кирпич. Подошёл, разбил стекло там, где деньги. Хватал деньги и убегал. Убежал в город Красный Лиман. Почему Красный Лиман? Потому что там военное положение, военные действия. Думал, что меня там не найдут. За три десятка грабежей, к которым уже доказана причастность подозреваемого, ему грозит от 7 до 10 лет лишения свободы. Галина Шподарева, агентство телевидения новости.